Привет! В эфире программа Точка.ру. Программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Ну что красивое, поехали кататься? Выставка ретроавтомобилей в парке дружбы. Я смотрю Самара ГИС. Конкурс продолжается. Разыскиваются юные исследователи из Самары. Почему подростки плохо спят? Просто жить – это новый российский проект. 90 лет – пора в интернет. Как на вулкане. Рецепт идеального хлеба. Все это и многое другое прямо сейчас. Авто на все 100. Посмотреть, а также посидеть за рулем ретро-техники 40-70-х годов можно было в минувшую субботу в парке дружбы. На один день площадка парка превратилась в выставку под открытым небом. Экспонаты, красивые и заслуженные ветераны автопрома, запорожцы, москвичи, волги – когда-то они были заветной мечтой каждого жителя Советского Союза. Все эти автомобили до сих пор на ходу и в отличном состоянии. Желающие могли заглянуть под капот, посидеть в салоне, сделать фото на память. Были на выставке и военные автомобили боевых 40-х и экспозиция ретро-мотоциклов. Ищите фотографии по хэштегу «Ретроавто Самара» и геолокации «Парк Дружба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Напоминаю, что 1 ноября в полночь мы заканчиваем прием ваших фотографий на конкурс «Я смотрю Самара ГИС». И приступаем к следующему этапу – голосованию за лучшее фото. Поторопитесь, иначе Филипп Киркоров очень расстроится, если вы не попадете на его концерт 3 ноября. У вас еще есть время. Сфотографируйте себя за просмотром любимого телеканала. Место и компания, а также устройства не важны. И главное, чтобы на фото было видно, что вы смотрите именно наш телеканал. Фото присылайте на почту. Удачи! В Самарском университете стартовал первый всероссийский конкурс юных исследователей «Спутник» для учащихся 5-11 классов школ России. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта и приступить к выполнению первого тестового задания. Срок сдачи – до 20 ноября. По результатам двух первых отборочных туров будет набрана команда участников, которые приедут в Самарский университет на обучение. В течение недели ребята будут заниматься по специальной программе. Они ознакомятся с аспектами космического машиностроения, прослушают лекции лучших специалистов, познакомятся с ведущими предприятиями в аэрокосмической отрасли. Четвертый же этап состоится на базе лагеря «Артек» в Крыму, где команда в течение смены разработает и соберет наноспутник. Цель конкурса – поддержать детей и подростков, интересующихся исследованиями в области космонавтики, физики, электроники и механики. Ты можешь попасть в команду мечты и войти в историю страны. Дерзай, у тебя все получится. В наши дни качество сна подростков существенно снизилось. Они плохо засыпают, чаще просыпаются по ночам, а днем выглядят сонливее, чем их сверстники в прежние годы. По мнению ученых, это стало следствием распространения современных технологий и, в частности, гаджетов. В исследовании приняли участие 2000 подростков в возрасте до 16 лет. Учитывался возраст, успеваемость в школе, физическая активность, домашние дела и хобби. В ходе исследования выяснилось, что подростки, которые сидели за компьютером или играли в видеоигры в течение более двух часов в день, спали в среднем на 17 минут меньше тех, кто не столь увлечен современными технологиями. Любители социальных сетей и приложений в телефоне спали менее 8 часов в сутки. А вот любители посмотреть телевизор спали чаще свыше 8-часовой нормы. В интернете появилось видео на трогательную композицию «Жить», которая стала гимном одноименного социального проекта. За один день ролик набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube. И эта цифра уже выросла в 3,5 раза. Участие в проекте приняли звезды отечественной музыки, поп и рок-исполнители, известные рэперы и звезды оперной сцены. Также заработал сайт «Жить.РФ», где каждый желающий может поделиться своим жизненным опытом, рассказать о тяжелых ситуациях и о том, как ему удалось преодолеть трудности, не утратить надежду и снова обрести счастье. У проекта есть официальный хэштег «Жить». По нему в социальных сетях вы найдете тысячи историй, тысячи лиц. Проект дает возможность прийти на помощь, оказать поддержку и просто выразить слова, сочувствие всем нуждающимся в этом. Выговориться, послушать, поддержать. В минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше. 90 лет – пора в интернет. Раиса Гладских становится звездой российского инстаграма. Бабушка завела страничку и пишет мемуары, собирая сотни комментариев. С трудностями освоения интернет-пространства пенсионерке сталкиваться не приходится, так как внучки всегда рядом и помогают, подбирают для любимой бабули стильные образы и проводят фотосессии, а также уроки компьютерной грамотности. Лайки и хэштеги – все это теперь для бабушки из Магнитогорска. Способ своим примером показать, что учиться никогда не поздно, а в 90 лет можно и даже нужно оставаться в душе молодой. На комментарии и личные сообщения Раиса отвечает исключительно сама. На восхищенные отзывы отвечает словами благодарности и признается, что не думала, что будет столько внимания на старости лет. Но кто из нас не грешил фотографиями на своих страничках, где во всей красе представлены пирожки собственного приготовления, румяные блинчики, пироги и прочие вкусности, сделанные вот этими самыми золотыми ручками. Конечно, хочется похвалиться перед друзьями. И тут мне хочется сказать, ну подумаешь, булочку испекли, или на торт замахнулись. Выпечка хлеба на вулкане, как вам? Виктор Свейнсон, житель Исландии, который выпекает хлеб, закапывая емкости с тестом в горячую грязь термальных источников неподалеку от вулкана. Температура в подобных источниках составляет около 100 градусов по Цельсию. И это меньше, чем в печи, но вполне достаточно для медленной выпечки хлеба. Ровно через сутки хлеб можно выкапывать и подавать к столу со сливочным маслом. Понятно, что в Самаре нет вулканов, но опыты свои кулинарные не бросайте, приносите нам! На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группу ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова